Девушки отдыхают 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 вот этих прекрасных фотографий. Я там бывал, поэтому знаю, о чем говорю. На меня это произвело невероятные силы впечатления. Я очень благодарен блаженнейшему митрополиту Сави и владыке архиепископу Гавриилу, которые тогда благословили эту поездку, а сейчас благословляют открытие этой выставки здесь. И очень отрадно, что именно в день святого мученика Магенса Гавриила Белостокского эта выставка открывается здесь. Все экспонаты выставки отобраны с сайта Ортфото.нет, на котором присутствует более 80 тысяч фотографий, сделанных профессиональными и непрофессиональными фотографами в разных странах мира. Мы разговариваем с организатором выставки, координатором сайта Ортфото.нет Александром Василюком. Полтора десятка лет назад он задумал создать международный сайт, где бы объединились фотографии, рассказывающие о православном мире. К польским фотографам присоединились фотографы из разных стран. Эта выставка уже третьей выставкой, которую сделали с сайтом Ортфото.нет, на котором находятся фотографии из целого мира. Но первая выставка это была после 5 лет, когда мы построили сайт, показали православие из разных стран. Там было 43 разные страны и 300 фотографий. Потом показали монашество. А третья выставка подумали показывать разные страны. Мы сами из Польши и так подумали, что начнем от Польши. И тогда начали просматривать фотографии разных авторов. И решили даже название этой выставки, назвать краски православия Польши, потому что это разные цветные фотографии. Мы пробуем показать разные части православной жизни в Польше. Мы показываем архитектуру, показываем священников, мирян, детей, показываем таинства, показываем праздники, большие монастыря, маленькие эскиты, часовни. Хотели, чтобы все, которые приходят на наши выставки, немножко узнали о православии в Польше и захотели до нас приехать. Идея тоже была такая, что мы в Польше... Много кто знает, что в Польше есть православие. Мы часто ездили на разные международные встречи, которые, например, Сын Досмос, молодежные братства делал, и всегда удивлялись, православие с Польшей невозможно. И мы этой выставкой тоже хотели немножко сказать миру, что да, православие есть в Польше, оно развивается, много монастырев, мы гордимся нашей церкви и рады показать и пригласить людей к нам. Цель нашей поездки и выставок – это именно показать красоту Польской православной церкви. Через наши поездки, через это, что мы здесь показываем на выставках, хотим название тоже самое, и альбома, и выставок, который делаем, это краски православия. Потому что хотим показать, какая идея вот этому всему была такая. Мы сидели, помню, вечером смотрели, собирали снимки, пересматривали все, что нужно, что нужно сделать. И нам именно такое было интересно, что вот цвета разные бывают. Бывают, как сезоны идут. Как в нашем литургическом году, начинается уже конец лета, осень золотой, как вы тоже говорили, золотая осень. Потом идет зима белая, потом зеленая весна, и начинается желтое, уже начинается как лето. И видели, вот такая идея была показать, это сезоны, которые идут. И это вот такие названия, которые начинаются. И хотели вам привести вот эту красоту польской православной церкви, церкви, которая вместе, каноническая церковь со всеми другими церквями служит совместной евхаристией. И хотели показать вот эту нашу красоту. Она одно и то же самое, как бы по идее, потому что если вот мы собираемся в единстве евхаристическом, но при этом хотели тоже показать подробности и особенности именно нашей православной церкви. Что такое важное, вот священнический сан, показать вот, как живут, как служат наши священники. Показать монастыря, которые вот сейчас больше и больше становятся наших монастырей, развиваются, будет больше. Даже смотрели и чуть-чуть показывали даже в адыке, что вот пять, ну у нас на одной из картин вот сказано, что пять епископов. В воскресенье будет уже шесть, в понедельник семь епископов, да, неактуально меняется и живая церковь, что показывает, что это так есть. Наши гости все из Белостока, одного из основных центров польской православной церкви. Это картины храма Белостока. Конечно, это не все, у нас 11 приходов, хотя город маленький, нету даже 300 тысяч человек, а 11 приходов. Мне кажется, это не так мало, даже на русские мерки. Вот, и перед нами самый большой храм Польши, храм Святого Духа. Он тоже построен, конструкция, как бы, в мысль, сошествия Святого Духа на апостолах, да, там огоньки сходили, и купола, и здесь конструкция, как бы, на эту ночь не все видно, но все-таки как будто видно, как огни с праздника сошествия Святого Духа. Год назад меня перевели там, я там служу сейчас. Да, церковь новенькая, на самом деле, она с 80-х годов. Был период, когда сложно было получить разрешение на стройку, именно, когда пришел нынешний митрополит Савва, тогда пришел в епархию Белосток-Суданскую, у него были, были, можно сказать, две главные задачи. Это получить обратно Супральский монастырь, там только был один храм, Яна Богослова, и построить храмы в Белостоке. Это было очень сложно. И ему получилось именно в начале 80-х получить разрешение на построение храма в Белостоке, первого за несколько десятков лет, и получить разрешение на получение разрешения на стройку Богоовещенского собора. Он был разрушен во время Второй мировой. При всех сложностях, которые испытывала церковь на протяжении 20-го века, традиционная приходская церковная жизнь здесь сохраняла свой уклад, сохраняла традиции и обычаи. На востоке Польши, где православных особенно много, люди дорожат верой, здесь традиционно ведут богослужения на церковнослужение. На славянском языке бережно относятся к своим сельским деревянным и каменным храмам, к сельским кладбищам, где часто встретишь русские надписи на крестах. Был сложный период, потому что после Первой мировой, когда Польша получила независимость, было такое сложное время, когда закрывали храмы. Думая, ну, как бы было такое представление, что православные храмы, это то, что осталось после империи, да, и за этим надо бороться. Конечно, многие храмы пострадали, многие были разрушенными, многие люди из этого пострадали. Потом второй такой период, очень сложный был, это после Второй мировой войны, опять же, когда Польша, как бы, боролась за независимость, после Пактов Риббентров, Молотов и все прочее. И опять же, был такой период, когда, может, уже не настолько много храмов разрушались, что больше, как бы, было такое движение, чтобы народ принимал Риму католическую веру. Ну, многие выдержали, но сейчас уже спокойно, слава Богу. У нас эта традиция, как бы, она была постоянная, да, она живая. Передается с поколения на поколение, да. Допустим, бабушка, дедушка рассказывают, как было раньше, как они ходили в храм, как они, допустим, пешком шли, ботинки были в руках, и только у храма мыли ноги, одевали там ботинки, как шли на все ночные, там, 5-10 километров, да, на все ночные, там, допустим, на Рождество или на Пасху, ночная служба. Они шли еще вечером, когда светло, там уже сидели, всю ночь пели песни церковные, и потом служба начиналась, все. И это обогащает, это обогащает, когда человек видит, что, да, дедушка, бабушка тоже были в церкви, родители тоже в церкви, и человек к этому больше привыкает, понимает, что это его. Выставка знакомит нас с той Польшей, о которой нам не ведают газеты или телевидение. Для многих из нас, думаю, эта выставка настоящие открытия. Православных христиан в небольшой католической Польше около 500 тысяч. Польская православная церковь имеет шесть епархий, около 350 приходов. Храмы и часовни открыты во всех крупных городах страны. Православная вера здесь была принята еще во времена Киевской Руси, ее крестителя, святого князя Владимира. Вот видите, это праздник преображения Господня на святой горе Грабарка, куда каждый год со всей Польши собирается до 50 тысяч человек. Я могу рассказать такой анекдот во время поумничества крестового ухода на Грабарку. Там мы 5-6 дней идем на Грабарку, это на святую гору Грабарку, которую здесь тоже видно. Это такой центр нашей православной жизни в Польше. У меня были друзья с Францией. И когда мы идем, там, не помню, там, 22 тысячи людей, потом идет в этом поумничестве, и там наши друзья французы говорят, ну, как православные во Франции, как это возможно? На что они говорят, православные в Польше, но тут никто в миру не говорит, что там есть, да? Вот такое, вот, поэтому, что мы друг об друге мало знаем. И да, и нет, потому что все-таки, все-таки у нас есть такая обмена, именно между православными. Православные, как бы, у нас, мы пытаемся в Польше изучать историю других православных церквей, и тоже пытаемся тоже путешествовать, поумничество организовать всем православным церквям, которые есть. И поэтому мы, мы именно, как бы, знаем одно, а другое хотим тоже показывать, вот именно это, это, это наше, наше православие, что, что оно есть, что оно вот такое сильное, крепкое, очень сильно развивается, и это наша цель. И еще интересная информация, ученики польских школ, например, исповедующие православие, обеспечены всеми правами и возможностями свободного изучения основ своей религии. Если в какой-то школе учатся хотя бы три православных ученика, им начинают преподавать закон Божий. Если меньше трех, им находят группу в другом учебном заведении. Молодежь в православие приходит традиционно из семьи и школы. Хей, целый свят, вероник на ней небы на пани я все дал, хей, я все дал, Божь в ней вернее закохал. У нас есть Братство молодежи православной. Это движение, которое началось 35 лет назад. Оно началось с Богословской академии, где преподаватель, будущий архиепископ Еремия, который в этом году на Пасху скончался, он начал делать встречи с молодежью, со студентами, они начали ездить на пасхальное паломничество на Грабарку, такие пасхальные встречи, одни выходные такие пасхальные делали, и это начало побуждать молодежь до встреч при храмах. И это очень сильно развилось. Сейчас это в принципе в каждой епархии мы как бы больше как помощники для них, советчики, насколько можем, насколько помогаем, но не то, что мы за них все делаем, это как бы возможность для них себя отдать церкви поработать на Неве церковной. Координатор сайта Ордфотонет Александр Василюк тоже прошел школу братства православной молодежи. Ну, это любовь к церкви, любовь. Я сам был раньше представителем братства молодежи в Польше, так как-то можно сказать формировался чтобы жить около церкви, чтобы какую-то часть себя подарить. Есть те, которые не знаю готовят пищу, есть те, которые делают иконы. Для меня фотография это самая любимая штука, можно так сказать, и поэтому я так радуюсь, если могу что-то сделать. Я тоже рад был, когда мы приехали в Сербию, мы делали первую выставку в храме Святого Сава, это была первая выставка в этом храме, и прошло 30 людей, они пришли на открытие выставки, мы с ними поговорили, они такие хорошие друзья были, я их спрашиваю, как это, где вы познакомились, они говорят, ну как, где, на сайте, на Ордфото, для меня был самый лучший подарок, что это развивается. У польских православных на территории страны есть четыре православные святыни, иконы Богородицы. Супросельская, по преданию привезенная из Смоленска, Холмская, Люблинская, Ченстоховская, в Польше свои православные святые. Икона одного из них, святого младенца мученика Гавриила Белостокского, подаренная владыкой Иаковом при посещении Екатеринбургской епархии, хранится в храме на Крови. Рядом с расстрельной комнатой тем местом, где обрели мученический венец святые царственные страстотерпцы. По промыслу Божию сегодняшняя выставка открывается именно великий праздник, можно сказать даже торжество Белостокской Церкви, потому что 25 лет назад на свою землю вернулись мощи мученика младенца Гавриила Забудовского. Он жил несколько километров от Белостока. Там пострадал как шестилетний ребенок. И сейчас там уже конечно построили монастырь, но 25 лет назад его мощи вернулись из Гродно в Белосток, когда тысячи людей встречали эти мощи. Это была Пасха Белостокская, когда после многих десятков лет, многих путешествий, когда мощи находились тоже в музее атеизма, они возвращаются в свою страну, на свою землю. И Божьим Богословением здесь рядом, в храме на Крови тоже находится икона мученика Младенца Гавриила с частицей мощей, которая была привезена несколько лет назад. И мы сзади видим монастырь в зверках. Это храм, братский корпус, это женский монастырь, это самый большой монастырь в Польше по численности монахов. И каждый год 2 мая идет паломничество, которое организирует Братство молодежи Белостокской епархии, идет паломничество пешком из Белостока в Зверки, монахи несут мощи и там мощи остаются на все лето. Они там остаются до праздника перенесения мощей, возвращения в Белосток. Как бы вчера была всеночная, сегодня литургия и мощи остаются в Белостокском соборе всю зиму, можно сказать учебный год. Тогда конечно для молодежи, для детей, которых покровителем является младенец Гавриил, легче прийти помолиться. В каждый вторник после обеда вечером служится владыкой Белостокской Данским Яковом Акафис к мученику младенцу Гавриилу, собираются священники, собирается молодежь, народ Божий, который молится к мученику младенцу Гавриилу Забудовскому. Православие объединяет народы. Выставка Ортфотонет Краски Православия, привезенная в Россию из Польши, наглядно демонстрирует эту простую истину. То, что мы видим, не требует доказательств. Это фотодокумент. То, что мы видим, сразу достигает сердца. И это обращение братья и сестры, оно отсюда. Это братья и сестры. И когда стоишь около тебя, кто-то стоит из Азии, из Африки, из Америки приезжает, ты чувствуешь, что это именно братья и сестры, и никакой разницы нет. Конечно, есть какие-то обряды, есть какие-то мелочи, которые различают нас, но когда приходишь в церковь и я говорю святая святым, мы точно тоже самые люди и знаем, что от Адама и Евы мы все, потому что мы все именно к этому новому Адаму, мы к нему стремимся, мы к нему идем и ждем именно вот этой парузии второго пришествия. Тоже самое. Думаю, что вот это из карт Евангелия вот идет и это вера и надежда и это радость вот именно пасхальная радость, которая дает нам как много надежды, веры в это, что мы все вместе будем и мы все вместе так и есть. Это совместное служение, которое нам удостоились именно служить в Вознесенском храме вместе с митрополитом Кириллом, с митрополитом Пантелеймоном, с епископом Евгением. Так что вот такое вот чувство, что мы у себя, потому что знаем, что это тоже есть что-то, что нас объединяет. И слова тогда апостола Павла, который говорит, что уже нет ни грека, ни еврея, мы знаем, что мы все вместе, потому что именно мы все дети Господа Бога. Haworthy всем dr многое, многое, многое лето, многое, многое, многое лето. Многое, 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 многое лето. Горица Спасибо. Спасибо.